Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Макартыч Майк Казанчан будет похоронен в пантеоне Ерабулур. Армения развивают многосторонние отношения с ЕАЭС и ЕС. Пашинян. Мы должны сделать все возможное, чтобы провести турнир Кубок Европы по футболу 2019 Конифа в Арцахе на высоком уровне. Министр. Идлиб. Жители требуют вмешательства сирийской армии. Сенат США одобрил санкции против Сирии и ее союзников. 1200-летняя Библия была обнаружена в Тигранакерте и ее пытались продать. Алашкерская долина. Отпевание Макартыча Казанчана состоится 7 февраля в 18.00. Церковь святого Ованеса Конт. Похороны состоятся в пятницу 8 февраля в 12.30 в той же церкви в 13.00 в Ерабулуре. Макартыч Казанчан родился в 1956 году в Байруте, Ливан. В 1975 году его педиатр участвовал в гражданской войне в Ливане, во время которой он был ранен и в 1976 году после операции переехал во Францию. Создание Асала и армянского народного движения, посвященного распространению его идей, возродило молодого Макартыча, который не колеблясь вступил в ряды Асала и оставался верным этой идее до последних дней своей жизни. В 1994 году он переехал в Армению. Макартыч Казанчан также внес весомый вклад в поддержку освобождения Арцаха. Правительство Германии заинтересовано в демократических, реальных, институциональных изменениях в Армении. Как сообщает Армен Пресс, об этом заявил премьер-министр Армении Николай Пашинян в интервью русской службе Deutsche Well. Коснувшись официального визита в Германию и результатов, достигнутых в ходе переговоров с канцлером Ангелой Меркель, премьер-министр отметил «Я считаю основным результатом четкие договоренности, которые касаются немецких инвестиций в Армению. Мы договорились о том, что Европейский Союз и Германия будут поддерживать программу реформ. Правительство Германии заинтересовано в демократических, реальных, институциональных изменениях в Армении. Премьер-министр подчеркнул, что Армения развивает многосторонние отношения. Мы развиваем наши отношения по всем направлениям. Как я уже сказал, ЕС поддерживает наши демократические реформы. Важно, чтобы Европейский Союз не ставил перед нами выборы между ЕАЭС и ЕС. Мы не сталкиваемся с такой проблемой», отметил Пашинян. «Подчеркнув, что Армения председательствует в ЕАЭС. Наши отношения с ЕС и ЕАЭС абсолютно прозрачны для всех наших партнеров. Мы не собираемся развивать наши отношения с одним партнером вопреки другому. Здесь абсолютная ясность и прозрачность», — заявил премьер-министр. «Мы должны приложить все усилия, чтобы Кубок Европы по футболу 2019 года, который пройдет с 1 по 10 июня в Арцахе прошел на высоком уровне. Об этом на пресс-конференции заявила министр образования науки и спорта Арцахской республики Нариной Агабалян, отметив, что связанные с этим работы ведутся в сотрудничестве с Конефа. По словам министра, недавно в Кракове Польша прошла жеребевка турнира Конефа, в которой 12 команд участников узнали своих соперников. Впервые в истории Конефа планируется проведение футбольных матчей на четырех стадионах. Реконструкция стадионов уже началась в Аскеране, Мартуни, Мартакерти и Степанакерти. После их завершения у нас будет готовая инфраструктура, соответствующая международным стандартам, что будет способствовать популяризации спорта в Арцахе», добавила Агабалян. Следует также отметить, что Западная Армения не признана ООН из-за ее оккупации Турцией. Турция признала Западную Армению, но потом оккупировала ее. Напомним, что в 1894 по 1923 годы коренное армянское население было подвергнуто геноциду тремя турецкими правительствами на оккупированных территориях Западной Армении. Город Карин, Эрзрум, является официальной столицей Западной Армении, которая была признана союзными государствами в 1920 году. Жители штата Идлиб, контролируемого Аль-Нусрой, разочарованы продолжающимися арестами, казнями и воровством. Они призвали сирийскую армию помочь в борьбе с террористами с помощью военной силы. Губернатор Идлибы также согласен с жителями и выразил озабоченность состоянием штата после оккупации. Население просит сирийскую армию оказать военную помощь, отметил Мухаммад Фатхи Садун. Так как террористы Аль-Нусры взяли под контроль провинцию, арестовали мирных жителей и разграбили их имущество, дома и сельскохозяйственные поля. Они публично казнят граждан, говорит он. Сирийское правительство работает над обеспечением здравоохранения и образовательных ресурсов для жителей провинции. Оно отправляет лекарства в медицинские центры и книги для студентов, сказал губернатор Идлиба. Фактически не фронт Аль-Нусра, не террористические группировки, поддерживаемые Турцией, не выполнили требования российско-турецкого соглашения о разоружении и демилитаризации. Сообщения министра иностранных дел Турции доказывают, что Турция направила полтора миллиарда долларов в Сирию и, конечно же, на те территории, которые находятся под влиянием террористов, отметил Фадих Садун. Турецкие чиновники пытаются помочь иностранным террористам, особенно турецким, на границе двух государств, чтобы изменить демографическую картину региона, сказал губернатор Идлиба. Сенат США одобрил законопроект укрепления безопасности Америки на Ближнем Востоке, предусматривающий санкции против правительства Сирии и его союзников. Как передает Армен Пресс, об этом сообщает The Hill. За законопроект, включающий поправку о поспешном выводе войск из Сирии, проголосовало 77 сенаторов. Против высказались 23. Сенатор Рент Пол стал единственным республиканцев, не поддерживающим документ. Теперь законопроект отправится на рассмотрение в Палату представителей Конгресса США. Помимо поправки, предостерегающей от поспешного вывода войск из Сирии, законопроект также вводит санкции против сирийского правительства и его союзников, в том числе России и Ирана. В районе Кайпанар Тигранакерта был найден 1200-летний Новый Завет объемом в 37 страниц. Согласно газеты Джумуриет, трое подозреваемых были арестованы в связи с делом. Они хотели продать редкую Библию, сообщает Терт-Эй. Республиканская прокуратура в Диарбекире ввела наблюдение за похитителями. Они были задержаны на месте преступления во время незаконных раскопок. Находка была взята для специального исследования. Уже известно, что ей не менее 1200 лет. Напомним, что в Селиванском районе 8 человек были арестованы по обвинению в воровстве и незаконных раскопках. Четыре из них были высокопоставленными сотрудниками полиции. Во время допроса стало ясно, что раскопки проводились с целью найти армянские сокровища. Алашкерская долина – плодородная долина в Западной Армении, в Армянском Нагоре. Высота до 1900 метров, в центральной части – 1650 метров. Есть много минеральных источников. В XVIII-XIX веках насчитывалось более 360 армянских сел. В дальнейшем результате геноцида против армян большинство армянского населения было убито или покинуло раненые земли. Зима сыровая, лето прохладная. Средняя температура августа от плюс 16 до плюс 18 градусов. Речная сеть плотная. Многие реки зимой замерзают. Главная река – река Арацани, приток Ефрата. В Алашкерской долине – плодородные почвы. Ландшафт – лугово-пустынный, в долинах – кустарники. Территория долины Алашкерт в основном совпадает с исторической провинцией Багреванд. Юго-восточная часть Алашкерской равнины называлась Дзираф, западная главная часть – Багреванда. В Алашкерской равнине находится город Алашкерт, основанный армянским царем Вагаршем I. В 371 году здесь произошла Дзирафская битва. Армянская армия, возглавляемая королем-папом и с парапэтом Мушегом Мамиканяном, разгромила персидскую армию. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Карин, Алашкерты и Кочари. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Другая версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!